Более 40 артистов, 20 регионов нашей страны. В столице Чувашии принимает всемирный паромузыкальный фестиваль, десятый по счету. С песнями и танцами встречают участников в Чебоксарах. На поезде или самолете два дня участники фестиваля съезжали с Чебоксарой небольшими группами. Дима Комиссаров приезжает на конкурс уже второй раз. Я буду играть на фортепиано. Два произведения – это лирический танец Амирова и этюд Геллера. В фестивале, не знаю, просто здесь какая-то атмосфера очень необычная. Не знаю, почему мне так это нравится. Играть можно на любом предмете, уверен Миша Десяцков. Щелкунчика Чайковского он исполнит на хрустальных бокалах. У всех знакомых все это собиралось из стенок, из дома. Где-то около 40 бокалов, наверное, было перебрано. Из них выбрано 13. Если его долго играть, получится все, что хочешь. Например, играешь в этот динь-динь-динь. Всемирный парамузыкальный фестиваль в этом году отмечает юбилей. 10 лет он помогает найти особенных одаренных детей и дает возможность им реализовать себя. Многие из них, например, первый раз выступают с оркестром. Для них это вообще целое событие, конечно, и непривычно. Поэтому у нас такое не стоит выделить кого-то, поставить по ранжиру. Просто это такой праздник, как говорится. Мы стараемся сделать праздник и для участников, прежде всего, ну и, конечно, для зрителей. На подготовку к концерту у ребят было лишь три дня. Но и в таком плотном графике они нашли время познакомиться с городом. Первая точка экскурсии – музей Чувашской вышивки. Это просто невероятно. Это буря эмоций, буря восторгов. Мне очень нравится. Я узнала, как выглядели раньше невесты, какие у них были наряды. Мне это нравится. Даже во время экскурсии артисты ни на минуту не забывали о своем номере. Немного волнения есть, но я стараюсь с этим справляться. Потому что каждый раз, когда я выхожу на сцену, я получаю много эмоций, много впечатлений. И те, которые у меня в обычной жизни, просто они есть, но их незаметно. Эти эмоции, они просто незаметны. А вот когда выходишь на сцену перед толпами народов, открываешь сердце, открываешь душу людям. И люди понимают, что ты хотела им сказать. И я вижу это в их глазах. Я понимаю, что, да, действительно, жизнь мне далась. Национальный музей и музей Чувашской вышивки – Центр современного искусства и Красная площадь. За пару часов артисты посмотрели многое. Национальное телевидение Чуваши снимало их. Они – все вокруг. Скажи, пожалуйста, ты что снимаешь на свой телефон? Я начинающий видеоблогер, это сейчас модно. Но я как бы не злоупотребляю, я так для себя показываю людям, как говорится, где я бываю. Города интересные. Чуваксары теперь относятся к интересному городу? Как тебе? Да, очень такой красивый город, интересный. Даже интересный больше, чем красивый. Потому что, ну вот нам рассказывали здесь руны всякие, вот эти древние знаки. Герб нам показывали. А вот даже микрофон у вас желтого цвета. Участники фестиваля уже опытные артисты. А значит, репетировать могут везде, даже на Красной площади. О море, море, преданным скалам Ты ненадолго подаришь прибой. Два дня перед концертом участники разве что не спали в театре оперы и балета. На репетиции шли с утра до вечера. У каждого из пары артистов был не просто номер, а целое шоу. Были задействованы танцоры, музыканты. В доброй половине номеров участвовали студенты и преподаватели театрального факультета специализированной Академии искусств. Это единственный вуз в нашей стране, где обучают искусству людей с ограниченными физическими возможностями. Практически в каждом номере фестиваля эти артисты выступали наравне с остальными участниками. Например, Татьяна Валешная задействована в нескольких номерах. Она танцует, участвует в жестовых миниатюрах. Но больше всего ей нравится петь. Больше в сердце ей попадает петь. Она очень любит петь. Это такая живая энергия и контакт с исполнителями, со зрительным залом. Это такое чувство. Вот ей хочется петь. Для меня, чтобы когда зрители приходили и видели, что происходит на сцене, что там, что есть люди с особенностями, инвалиды, которые могут все. Пусть они удивляются. Это очень важно. Чтобы все рассказывали тем, кто об этом не знает, что те люди, у которых есть особенности, с ними нужно хорошо общаться. У них очень хорошая душа. Настал День Икс. Концерт Всемирного паромузыкального фестиваля. За кулисами суматоха. Кто-то распивается, кто-то гладит костюмы, кто-то завивает локоны. Волнуются все, не исключение, и Софья Бабич. Она уже не раз принимала участие в вокальных конкурсах на федеральных каналах. Но каждый выход на сцену, как в первый раз. Я ужасно волнуюсь, хотя песня готова, песня уверена, но волнение есть, как и перед каждым выступлением. Как любой, наверное, артист. Не бывает артистов, которые совсем не волнуются перед выступлением. Особенно вот эта вот секунда перед выступлением. Она, наверное, самая волнительная всегда. Я вот, знаете, видела в одном фильме, там делали что-то вроде такого. Но мы на самом деле делаем, как у нас трещалки называются. Это как разогреваются связки. Ну и любимое, как паровозик у нас. Вверх-вниз разогреваем. А в основном ничего такого, как перед смертью не надышишься. Лучше, наверное, просто настроиться хорошо именно вот уже на образ. А образ у Лизы непростой. Она примерила на себя песню «Орликина». К серьезной драматичной роли нужна серьезная подготовка. Я еще взяла не вариант Пугачевой, а вариант с лирическими вставками Градского на голосе был. Ну, мне чем нравится именно вот этот вариант, потому что я всегда сложнее выбираю. Чем сложнее, тем оно приятнее работать. Ну, что я, в принципе, очень люблю. То, что вот мы, особенно с оркестром, и все это больше работаешь, больше на подкорку опыта ложиться. И эта вот сложность, она тоже приятна мне. И в образ, когда вживаешься, конечно, перед выступлением я стараюсь, чтобы меня никто особо не тревожил. Даже ни с кем особо не разговариваю, потому что я настраиваюсь. Не все участники фестиваля профессиональные артисты. Например, Константин Фролов художник, но на концерте поет. Желание петь у Кости появилось не сразу. Его талант раскрыли друзья. Именно они и настояли на том, чтобы Костя развивал свои способности. Музыка я люблю. Влюбился в музыку просто. Я каждый день слушаю. Встаю, завтрак, кофе, наушники, музыку слушаю. Там, Селиндио, все вот эти артисты самые знаменитые. Потому что такие, такие, такие артисты сейчас, такие, как Тина Теорнер, Бритни Хюстон, которые жаль. Они очень помогают, вдохновляют. Они учат нас, учат нас быть на сцене, быть естественными, настоящими. Танцоры инклюзивного проекта «Преодолейка» и группа «Проект» – еще одни участники фестиваля. Эти ребята доказывают, что танцевать могут все. Когда я танцую, я чувствую, что я свободен. Я чувствую, что летаю в облаках где-то. Через танец можно донести до зрителя свои эмоции. И важно, чтобы в зале было, кому их принять. Поэтому Наталья Бахматова считает важным присутствие на концерте разной публики. И с особенностями, и здоровой. Еще важно для здоровья, что с каждым это может случиться. Не с ним, не дай бог, с его родственниками, близкими. Как-то поддержать человеку, сказать в нужный момент, что ничего, жизнь продолжается. Это просто новый этап. Это новый этап в жизни. Может быть, в этом ты больше даже проявишься. Человек начинает добиваться результатов. И у него жизнь становится гораздо интереснее до того, как она была, пока он был здоровым. Намного насыщеннее. И человек поднимает его окружение. Говорит, да, действительно, слушай, он может, а мы-то что? Нет, мы тоже. Что, мы хуже у него, что ли? Мы здоровы? Нет. И это дает людям стимул жить. Чувашию на паромузыкальном фестивале представлял ансамбль народного танца «Тантош». В коллективе занимается около 30 детей, у каждого проблемы со зрением. Но это нисколько не мешает выступать, а в некоторые моменты, наоборот, помогает. Помогает то, что я не вижу очень много людей, и меня это успокаивает. Танцы помогают мне развиваться физически и духовно. Еще помогают побороть страх сцены и стать более коммуникабельной. Мой любимый танец «Чувашский». Движения тоже очень характерные. Двухчасовой концерт пролетел незаметно. Юные артисты так понравились зрителям, что последние не хотели их отпускать. И долго аплодировали исполнителям. Это люди вновь и вновь, ищут на земле любовь. Нас смели, о, мы. Не один, не один, не один, не один, не один. Нас смели, о, мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова